Птенчик! Смотрите-ка, оно ещё трепыхается. По-моему, оно хочет, чтобы его высекли. Или посадили на шиповник. После дождичка в четверг, балбесы! Ух ты! Ну теперь-то мы тебе точно всыплем тресогу, скажу, торопая! Привет, друзья, меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Три орешка для Золушки 1973 года. Три орешки про Попелку, Дрей Хасонус, Фул Асенбродал. Популярная киносказка производства Чехословакии ГДР и режиссёра Бацлава Горличика. В основу трёх орешков для Золушки была положена сказка «Братьев Гримм», известная в переложении Бажена Немцовой под названием «Три сестры». Версия «Братьев Гримм» отличается от более популярной в России версии Шарля Перу тем, что Золушка обретает своё счастье не с участием феи крёстной, а при помощи плодов волшебного орешника на могиле её матери. В 2021 году увидела свет норвежской версии «Трёх орешков для Золушки» режиссёра Сесиль Амосля, весьма прохладно встреченная зрителями. Чешский актёр Лебуша Шафранкова «Золушка» и Павел Травничек «Принц» выглядели на экранах идеальной парой. В кадре не было ни одного поцелуя, но они дарили друг другу такие взгляды, что в искренности их чувств не сомневался никто из зрителей. Во многих странах Европы, например, в Чехии, Германии, Норвегии, эту сказку уже более 30 лет каждый год традиционно показывают по телевидению на Рождество. «Лицо испачкано сажей, а не трубочист. Кто это?» «Тогда в лесу. Маленькая девчонка. Шляпа с пером. Лука Камзона совсем не охотник». «Значит, волшебный стрелок – это тоже ты?» «Платье со шлейфом, серебряной вышивкой, а не принцесса. Кто это?» «Наша Золушка!» «Сказка. Три орешка для Золушки. Актеры и роли». Лебуша Шафранкова «Золушка». Павел Травничек «Принц». Корола Браунбок «Мачеха». Даниела Главачева «Дора. Родная дочь мачехи». Хелена Ружичкова «Принцесса Дробена». Иржи Ружичко «Подмастерье. Поваренок». Рольф Хоппи «Король». Карин Леш «Королева». Владимир Меншик «Винцы» «Конюх, подарившая Золушке волшебные орешки». Ян Либичек «Наставник». Витеслав Яндаг. Камил «Друг принца». Ярослав Дробоглав. Витек «Друг принца». Где ваша знаменитая меткость, принц? Даниела Главачева, исполнившая роль Доры, поделилась 30-летию выхода сказки «Три Орешка для Золушки». Фильм получился таким прекрасным и нестареющим, потому что вся группа работала на необычайном воодушевлении. На съемочной площадке царило согласие и желание сделать настоящую сказку. Сказку на все времена. Что в итоге и получилось. Фильм «Три Орешка для Золушки» снимался на чехословацкой киностудии «Барандов» и восточно-германской киностудии «Дефа». Резиденцию короля снимали в немецком замке Морисбург, недалеко от Дрездена. Дом Мачехи, в небольшом замке чешского города Швигова, недалеко от Пльзенена. Режиссер Вацлав Творличек, создатель многих фильмов чехословацкого кинематографа, но фильм «Три Орешка для Золушки» считает лучшей своей работой. Существуют украинские конфеты «Горишки для Попелюшки». В фильме «Три Орешка для Золушки» играли чешские и немецкие актеры. Они говорили на своем родном языке, затем их дублировали. Авторство сценария «Три Орешки про Попелку», запрещенного Франтишика Павличика, было прикрыто именем легальной Богомилы Зеленковой. Я в твои годы уже нес на своих плечах время власти. Ну погоди, вот женим тебя, тогда узнаешь, почем фунт лиха. И не таких строптивых, женить бы укращала. Чувствуется твой собственный опыт. В Чехии «Три Орешка для Золушки» был признан лучшим фильмом-сказкой 20 века. Актриса Лебуша Шафранкова, сыгравшая роль Золушки, отлично умела ездить верхом и неоднократно демонстрировала свое умение в кадре. Дублер ей потребовался только в сцене, где Золушка прыгает в лесу через поваленное дерево. Песням «Де Пакта» и «Птакуо хиз да мас» «А где твое гнездо, птичка», являющаясь также главной музыкальной темой фильма, исполнил знаменитый чешский эстрадный певец Карел Готт, хорошо известный в СССР. В немецкой версии фильма песня Карла Готта не исполняется, звучит лишь музыкальная тема. Музыка к фильму «Три Орешка для Золушки» стала национальным хитом. Известный композитор Карл Свободы написал ее всего за несколько часов после того, как увидел сценарий. Изначально Золушку должна была играть блондинка Яна Прайсова, которая не получила свою роль из-за беременности. И тут тот из съемочной группы вспомнил про любуша Шафранкова, которая в фильме «Бабушка» играла барунку. Я готов объявить на весь свет, что у меня кругом идет голова, я влюблен, и что будет свадьба. Но при этом вы кое о чем забыли. О чем же? Узнать у невесты пойдет ли она за вас. Вы даете мне от ворот по вороту? Вот было бы лихо! Во время съемок фильма «Три орешка для Золушки» ни один зверь не пострадал. Убитая лиса осталась здоровой и невредимой. Исполнитель роли Камилы Витеслав Яндак в 2005-2006 годах был министром культуры Чехии. Создавая костюмы для фильма «Три орешка для Золушки», художник по костюмам Теодор Пиштек взял за основу моду эпоху Возрождения, а также картины Брейгеля, на которых изображена зима. В настоящее время костюмы хранятся в музее киностудии Баранда в Праге, их часто демонстрируют на различных выставках в Чехии и Германии. Из-за проблем с транспортировкой животных у Золушки и Принца было несколько лошадей в процессе съемок. Так у Золушки было три коня, два немецких и один чешский. Изначально сказку «Три орешка для Золушки» с актрисой Лебуша Шафранковой планировали снимать летом. И совсем неизвестно, как сложила бы судьба фильма, если бы все шло по плану. Но директор немецкой киностудии в октябре объявил, что может предоставить студию лично в ближайшие три месяца. Тогда решили съемки начать немедленно. Вот так родилась идея зимней Золушки. Представляю уже, как они уговаривают меня ехать с ними на бал. Думаю, не стоит из-за этого плакать. Знаешь, будь моя воля, я бы привез тебе все, чего бы ты только не пожелала. Фибу. Тогда привези мне то, что само свалится прямо на нос. Ладно. Привезу. Перед входом в замок в ноябре 2011 года был установлен памятник туфельки, которую потеряла Золушка, убегая от принца. Сценарист фильма не слишком придерживался изначальной версии сказки чешской писательницы Бажена Немцовой «Три сестры», в которой Золушка представлена традиционно, как страдающая, унылая и грязная. В «Трех орешках для Золушки» 1973 года из нее получилась энергичная и строптивая девчонка, которая еще и принца провоцирует. Снявшиеся в сказке «Три орешка для Золушки» актеры Лебуши Шафранкова Павел Травничек настолько полюбились зрителям, что они еще раз сыграли вместе принца и принцессу в фильме «Третий принц» 1982 года. На зимней выставке, прошедшей в замке с 10 ноября 2012 года по 3 марта 2013 года, устроители постарались воссоздать сцены из фильма с использованием оригиналов, костюмов и реквизита. «И помни, что я в твоей годе потанцевал на балу трое башмаков». «Это правда?» «До того, как мы с тобой познакомились, разумеется». «И тем не менее, ты тогда извинялся за то, что танцуешь впервые в жизни. Помнишь, когда наступал мне на туфельки?» «Эти, как ты понимаешь, хвастаться перед сыном не стоит». Финальная сцена в фильме «Три орешка для Золушки» тоже импровизация. В самом начале сцены конь принца провалился с головой в сугроб, и Павлу Травничеку оставалось только смотреть сред Лебуши Шафранковой, хотя планировалось, что принц и Золушка вместе скроются вдали. Когда зрители увидели фильм «Три орешка для Золушки» с актерами Лебуши Шафранковой и Павлом Травничеком на экранах, то решили, что актеров и за кадром связывали романтические отношения, ведь то, что отражалось в глазах, сыграть было невозможно. Лебуши никогда не комментировал этих слухов, а вот Травничек спустя годы раскрыл их тайну. В одном из интервью актер признался, да, мы влюбились. Пока съемочная группа занималась делами, мы пробирали зимний лес и там целовались. Было очень холодно, снимались практически в летней одежде. Я вообще был в тонких колготках при минус 20 градусах, но мы с Лебушей согревали друг друга своими чувствами. «Вернись в круг». «Уж лучше я пойду деревья валить». «Как тебе угодно. Может, сейчас?» «Пожалуйста». «Добрый вечер, Ваше Высочество». «Благодарю вас за теплый прием». «То есть я вас... простите, я чего-то не понимаю». Фильм «Триорешка для Золушки». Сюжет. Очаровательная смешливая Золушка, Лебуша Шафранкова, с первым мимолетным взглядом влюбившаяся в принца Павел Травничек, который мешает сварливой мачеху Королу Браунбок, мечтающий выдать за него свою дочь Дору, Даниэла Головачева. И сам принц – молодой, нежелающий жениться по весу. Их встречу связывает чудо – волшебные орешки, подаренные Золушке конюхом Винцеком, Владимир Меншик. Не подозревая об их чудесной силе, она с удивлением принимает удивительные дары орешков. Каждый из них скрывает в себе разные наряды и предметы. Первый дарит Золушке костюм стрелка, второй – бальное платье, а третий – свадебное платье. Все три подарка один за другим помогают Золушке покорить сердце прекрасного принца. Они свалились мне прямо на нос аккурат, когда мне приснилось, что я иду к тебе на свадьбу. Ты что ей дал? Покажи. Ну а ну-ка. О, прекрасный подарок. От белочки. Сказка «Три орешка для Золушки» получилась прекрасна. Это такая концентрация чудо и романтики, что при воспоминаниях охватывает только светлые чувства. Решающая роль сыграла то, что исполнители ролей Золушки и Принца на самом деле были юны. Лебуша Шафранковой было 19 лет, Павлу Травничику – 22. Заснеженный сказочный замок, в котором разворачивается действие «Трех орешков для Золушки», окутан пеленой тайны волшебства. Прикоснитесь к этой красоте, и сказка войдет в вашу жизнь, сделав ее красочнее и интереснее. «Три орешка для Золушки» – простая история, лишенная излишних наворотов сюжета, не перегружена ненужными персонажами. И это, безусловно, лучший фильм о Золушке. «Три орешка для Золушки» – одна из лучших, если не самая прекрасная сказка моего детства, которую спустя годы хочется пересматривать бесконечно. Ведь она дарит атмосферу счастья, и после просмотра душа парит и вновь верит в чудо. В фильме есть почти стопроцентно реальные, живые и чуждые условности главные герои. А почему она не хочет надеть собственную туфельку? «Не понимаете, что ли? Она стесняется, видите? Будете на ней жениться или нет?» «Когда наденет туфельку?» Она – Золушка, чертенок в юбке, самостоятельный, с чувством собственного достоинства, с потрясающей улыбкой и лучистыми глазами. Он – принц, непрободоподобно хорош собой, очаровательный в своем нежелании учиться, в мальчишеском самомнении и в ревности к мастерству Золушки в сцене на охоте. Они – как две половинки одного целого, такие разные, такие похожие друг на друга. Они – чудо, как хороши вместе, при первой случайной встрече в лесу, на охоте, на балу и особенно в финале, когда они рука об руку мчат по заснеженной равнине. Смотрите только оригинальную версию «Трех орешков для Золушки» с советским дубляжом. Не пожалейте времени, поищите ее и вы получите истинное удовольствие от просмотра. Обязательно покажите «Три орешка для Золушки» своим детям. Вернитесь вместе с ребенком в свое детство, ведь это сказка, в которую веришь. Красивая и прекрасная сказка о любви для совершенно любого возраста, вне времени и географии. Те, кто еще не смотрел, обязательно посмотрите эту прекрасную на все времена историю. Если станет совсем не в мочь, пусть и вам сами свалится на нос волшебные «Три орешка для Золушки». Субтитры создавал DimaTorzok